Приветствую вас друзья и все любители активного образа жизни. Туристы, рыболовы, охотники, ну а теперь уже и дачники. Пришла весна, это ближнее Подмосковье. Вот так вот необычно начинается мой обзор по походной печке-щепочнице МИР-700. Обзор конечно будет чуть-чуть попозже, сейчас я иду в лес. Вот. Буквально вот я был 30-го числа на своем месте там в лесу. Здесь снега было, а еще почти холодко. Вот так вот быстро тает снег. Его практически уже нет. Вот. И почему я еще сейчас возвращаюсь оттуда, а не забрасывался так? Значит иду я такой где-то минут 40 назад. Заходил я с той стороны. Вот. Там дорога есть к лесу. Вот. Подъезжает мужик такой на форте. С пивом, главное. Бутылка пива у него в руках. И слушай, братан, как мне на трассу попасть? А то вот здесь никак не проехать. Я говорю, ну давай, сейчас заодно меня подбросишь там. Вот. Он как втопил, блин. И проскочили мой поворот. Вот пришлось обратно возвращаться. Ну прям как в этом... Деловые люди, ты помнишь? Эй, мальчик, хочешь пакетик леденцов и прокатиться? Вот я и прокатился. Сейчас иду. Эй, мальчик! Хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться? А? Зачем другой дорогой? Вот такое небольшое отступление. Такое входящее, вернее, вступление в обзор. А то надоелась вся эта постность. Вот буду. Решил сегодня. Сезон начался уже. Кстати, поздравляю вас всех. Вот-вот сейчас пойдет икромет. Вот. Рыба, охота, вальшнип, дачники уже. Вот. И, ну, естественно, сезон отпусков. Вот. Так что, надо будет, я решил в своих обзорах делать небольшие такие вставочки. Вот. А то получается, правда, как-то постно все однотипно. Вот. Значит, сегодня по клещам, я там рассказывал в одних своих видео, взял с собой два репеллента, которые считаю наиболее рабочими. Вот сейчас подойду к лесу. Вот. Клещи у нас вылезли уже. И уже первый случай в Москве. Вот. Это. Вот. Там. Не видно. Не знаю, сейчас. Клещи рыц. Это Южный Бутово. Там Дмитрия Донского. Вот. Это все новостройки. Вот. Значит, были первые случаи уже атаки клещей. Вот. Люди уже начали обращаться. Так что, как я и говорил, еще и снег не успевает сойти. Вот. И такие сюрпризы. А сейчас они более активные. Такие будут. Тут май, начало июня. Вот. Самый-самый пик. Вот. И вот буквально за день, наверное, вот сегодня солнышко, такая погода замечательная. Правда, ветерок такой свежий. Вот. Но солнышко греет отлично. Такое весеннее. Вот. Вот. И буквально прямо вот на пару дней назад вот начинает вот видно, что почки пробиваются, зеленеет. Вот. Это деревня. Так что сейчас вот день два-три, а на днях тут обещают до двадцати тепла. Вот. Это вообще будет улет. Вот. Это значит, я буду планировать это вот туда, на юго-запад. Вот. Там местечко хорошее у меня. Однодневный поход... Самое. Двухдневный с одной ночевкой поход на Быковку. Вот. В другое место хочу уйти, ну, в ту сторону. Вот. И планируется поход на озеро Круглое с Лочногорского района. Это мы с другом. Вот. Снаряга вся собрано. Так что... Все. Вот такое вот небольшое вступление. Минут на пять. Я, может, больше. Вот. Все. Сейчас я в лес. Все там разбираю. Дровишек подготовлю. Вот. Вот. О печке все попутно там расскажу потом. По изготовлению, по размерам. Вот. Все это делается просто. Можно буквально прям сделать на коленках дома. Были бы только ножницы по металлу. Вот. Или хотя бы там зубил с молотком, грубо. Вот. Дрель. Ну, по сути, все. Вот. Машины рабочие, отличные. Они себя зарекомендовали прекрасно. Вот. Серии семь. Вот. Я там расскажу потом, кто не знает. Вот так вот наступает Москва. Все застроили. Вот. Значит, дальше по печке, по этой... Мир семьсот, я уже говорил. Так что подробно там я попутно все уже. По топке. И расскажу. Попью чайку или кофейку, посмотрю. Времени сейчас 17 минут второго. Сегодня же 4 апреля 2016 года. Все пока. Ждем продолжения видео. И начало обзора по печке щепочницы. Все пока. Вот снежок кое-где остался. Смотрю. Пишу я с камеры. Взял сегодня камеру с собой. Кстати, нашел батарейку запасную на нее. Вот. Надо будет заказывать. Да. Вот. Чуть-чуть осталось снега. Вот. Ну, все. Пока. Вот так вот все выстретает. Сейчас вот день-два. И вот я здесь буквально ходил 3 дня назад. Еще был лед довольно крепкий. Так что весна очень быстро догонит. Вот. Посмотрел сейчас в лесу снега. Практически уже не осталось такой, где есть в тенечке. Так что я иду дальше. Сейчас сворачиваю потом в лес. Вот. И на свое место. И будет продолжение. Ну, и, конечно, гвоздь программы. Зачем, собственно, я сегодня в основном и иду. Это тест моей новой печки-щепочницы походной универсальной. Мир 700. Все. До будущих видео. Пока. Ну, что. Вот я иду по лесу. Вот так сейчас в лесу Подмосковья. Конечно, походу немного рановато. В лесу прохладней. Вот. Ну, все это быстро растает, я думаю. На этой неделе очень теплая погода будет. Вон, так что будем организовывать походицы. Ну, пока. Сейчас на свое место и заготовка дров. Естественно, будет продолжение. Вот сок уже есть. Я вон там пробовал на березе. Когда обратно возвращался. Взял коловоротик маленький. Крутанул. Не сильно, но есть. Ну, и снег есть. Все, пока. Так. Продолжение сегодняшнего выхода в лес и обзора печки. И отдельная темка по репеллентам, антиклещевым репеллентам. И вообще защите от клещей. Так. Времени. Ну, по сути, не важно. Так. Без цены. Сейчас цена совсем другая. Вот. Чуть не вдвое. Это я брал по старой цене. Значит, есть вот такой репеллент. Гардекс. Именно желтого цвета или оранжевого. Вот он от клещей работает. Замечательно. На 15 дней. Вот. 15 не 15. Вот. Но. За мою походную практику. Он себя показал замечательно. Получается реклама, да. Вот такой репеллентик еще есть. Его я тоже показывал. Вот. Значит, по покупкам. Смотрите, что покупаете. Это во-первых. А во-вторых, лучше все в аптеке покупать. Так. И обрабатываем. Значит, обрабатываем. Так. Много особо не нужно. Вот. Как я говорил, репелленты распределяются, как я считаю, вот на две группы. Одни отгоняют, другие убивают. Значит, желтый вот этот, который нам пользуюсь, тот уничтожен. Уничтожает клещей. Так. Обязательно рюкзак. Потому что принесете домой. Он вас все равно найдет. Я имею в виду клеща. Вот. Головной убор обязателен. Это я там уже говорил. Ну, кто ходит с этим, уже... Ну, это все уже известно. Вот. Так что, себя я бы обрызгал уже более-менее. Какая они есть, а защита. А самая лучшая защита, это, конечно, осматривать. Вот. То, что я сейчас как заправлен, это неправильно. Вот. Это неправильно. Должно быть все плотненько. Чтобы не залезло ничего оттуда снизу. То, что получается. Вот. То есть, с резиночкой штаны и наберцы. Или там на что у вас. Вот. Если нет, то можно снизу резиночку сделать через обувь с натяжечкой. С резиночкой. Вот. Это будет, ну, тем не менее, защита. Вот. Пояс. Осмотр. Головной убор обязателен. Вот. Бояться не нужно этих клещей. Вот. Ну, себя надо защитить. Так что, бояться, это можно вообще дома сидеть и никуда не ходить. Так. Все. Пошло за дровами. Значит, тест будет вот здесь. Пришел. Вот я хотел вот на своем месте. Вот здесь. Вот там сейчас снег. Вон, смотрю, уже там вода. Вот здесь вот будем. Здесь посуши. Все. Сейчас. Дровишек вот здесь вот сейчас нарублю. Много не нужно. Попьем чайку. По печке расскажу, покажу. Вот. Ну, а дальше сами все увидите. Все. Пока. Вот, как я и говорил. Вот, растаял снег весь за три дня. И тут здесь вот попадает местами солнышко потеплей. Вот. Здесь вот почему-то не знаю. Здесь вроде солнца больше, а снег не тает. Вот. Ну, естественно, растает. Даже самому удивительно. Как быстро весна наверстывает свое опоздание. Вот. Ну, все. Пока. Пока. Значит, по репеллентам вкратце рассказал. По защите все найдете. Там, в принципе, сейчас этой информацией немерено. Все. Пока. Печка. Печка. Здравствуй. Печка, печка. Дай мне поесть, а. Да, пожалуйста. Только наколись переводровишек. Растопи. Так, значит, продолжение. Наконец мы добрались до теста. Встречаем. Опа. Видно там. Не знаю, посмотреть. Значит, вот такая тема. Котелковая, универсальная. Вот. Серии Мир. Они у меня там есть. Значит, печки все разные, отличаются друг от друга. Вот. А что это похоже они. Так, попутно расскажу. Значит, котелочек снимается у нас простенько. Так, давайте сразу я там выложу. Так, крышечка. Наводящие у меня там чашечка кофе. Попьем. Кружечка, вернее. Сюда ее пока. Так, котелочек. Обыкновенный, армейский. Так, будем пробовать и его. Взяла литр воды. Много брать не стал. Мне, собственно, только кофе попить. Значит, по печке. Значит, предварительное видео там было. Я показывал, как ее изготавливал. И была первая топка. Вот. Ну, расскажу еще. Значит, в основном они все делаются из нержавейки 0,5. 0,5-0,6. С металлом сейчас хреново. Мягко говоря, грубо выражаясь. Вот. Значит, делал зацинковки. Из хорошей оцинковки нашей. Вот. Она такая добротная. Да по ней по работе по первой видно было. Дно нержавейка. Нашел кусочек 0,6. Вот. Вклепано все это на медные заклепочки. Вот. По размерам давайте. Сделать ее, как я там вначале говорил. Ну, ребенок, наверное, сделать сможет. Не то, что там. Я говорю, просто дома. Имея ножницы по металлу. Вот. Зная размеры. Вот. А размеры заготовки. 160 на 475. Это все вместе с 10-миллиметровым напуском на клепку. Видно там? Да. Вот. Значит, делайте кольцо. Ну, предварительно делается заготовка. Вся выкройка. Вот. Значит, здесь до дна, от земли до дна, так скажем, да, 30 миллиметров. Вот. Здесь можете взять визуально. Здесь я брал вот разгон окон по 30. Короче, разбросаете. Здесь вот высота 56. Вот. 58. Рулетку не взял. Значит, здесь 109. Здесь... Ну, тоже можете визуально посмотреть. Там как? Ну, где-то миллиметров 50, по-моему. Да. 50 и на 63. Вот. Вот такие вот логотипчики. Это мой фирменный логотип. Вот. Это еще было придумано до того, как пошли там вот эти сейчас миры, т.д. и там начали под это дело. Это было придумано уже лет 5 назад мной. Вот. И логотип 700. Как я говорил, эта печка подарочная и уйдет в подарок, когда группа наберет 700 человек. Группа ВКонтакте «Походная печка-щепочница». Так и называется. Вот. Там выложены все мои образцы. Ребята выкладывают самоделки свои. Обзоры со всего мира. Печи разных конструкций, модификаций, разных направлений. Вот. Схемы, чертежи. Потому что у нас типа форуму даже такого. Вот. 1.681, вот, утром было. Человек. В общем, чуть-чуть осталось. И эта печка уйдет или обладателю, или обладательнице. Вот. Если будет девушка, уйдет в подарок. Вот. Отошлю за свой счет, как я уже говорил. Просто в подарок. Вот. Значит, эта тема сама по себе. Ну, развивается туристическое движение. Выхода выходного дня, которые так стали популярными. Вот. Само собой, рыбалка, выживалка, там, я не знаю, охотники. Вот. То есть, настолько это все оптимизировано и просто. Не надо никаких там хитромудрых моделей, там, все эти. Хотя, кому как. Вот. Все. Готово. Для этого котелка еще делается крышечка из алюминия. Вот. Вот. Кстати, будет сделано завтра до комплекта. Вот. И пимка от пробки, от бутылки. Все. Во-первых, вес. Во-вторых, если кто пользуется крышками, пусть остается так. А нет, так и меньший размер, меньший вес. Значит, вес у нее, кстати, 295 грамм. Вот. Ну, 300, грубо говоря, 300. Вот. Значит, как универсальное. Здесь засверливаться, может, два отверстия. Опускается котелок. Вот так. Вот так вот опускается. И, пожалуйста, пару таблетчик сухого горючего. Никаких вопросов. Спиртовка пойдет. Тоже не вопрос. Ну, ими сейчас, по-моему, уже никто и не пользуется. Вот. Вот. Ту-ту-ту-ту-ту. Приветы будут по дороге. Так. Ну что, сам тест проводится впервые в пылевых условиях. Вот. Без нагрузки. Она у меня с нагрузкой, вернее, не работала. Проблем ее на работе с другом. Уже, считай, ночью просто так попробовать тягу. Так. Ну, видно, видно. Место здесь не очень ровное. Так. Поехали. О, пошла мазута. Так, видать там, видать. Камера все-таки жрет батарейки здорово. Нет, как аппарат. Ну что, загружать можно по-любому. Как бог на душ положит. Котелок можно ставить и с наводящими. Покажу сейчас. Вот. Покажу сейчас. Ну, то есть, вот они, да. Два штырька у меня. Просто возможность была. Работал у нас мужик один, толковый. Вот. Вот он мне Титанчик подогнал. Давно уже. Вот. Ставим. Пожалуйста. Это что касается котелка. Можно его ставить и так. Лучше все поперек. То есть, если потеряли или забыли, никаких вопросов. Вот. Или же полоску нашли. Если же надо вам там помельче посуду, да, погреть. От пивной банки там или вот железячку вот такую поставили. Все. Вот, пожалуйста. Крышка, кстати, сюда подходит отлично. Вот она встает, как сковородка. Вот. Так, ну что. О, тяга какая. Так. Ну вот, можно прямо вот так. То есть, тема этих печек отработана во многих походах, путешествиях. Эта тема прошла весь Алтай, Сибирь, Урал, Краснодарский край, Крым. Вот. Так что, это уже проверено. Доведено уже все это до... Оптимизировано, доведено практически вот до миллиметра. Вот. Что касается, если уж малого бизнеса, говорю, вот полоску. Так, ну что ж, начинаем лучше тест, а по дороге я вам расскажу. Давайте сперва так. Так, где у меня вода? Вот, литр воды. Не знаю, видно там или нет. Вот так вот она шпарит. Так, время. Ну давайте посмотрим время. Хотя я и сторонник всех этих проверок времени, значит, куда торопиться. Значит, время. Ну вот время. Видно там, не знаю, сфокусирует она. А, во. Пять минут третьего. Поехали. А что ехать, когда мы и так уже едем? Мое предположение, не больше пяти минут. Так, чуть-чуть подправлю. Ага. Ну-ка, зумчик дадим. Так, что, батареечка у меня там замигала? Опа. Значит, пока здесь все это дело горит. Передавание приветов. Передаем огромный привет участникам группы ВКонтакте походной печки походной печки Щепочница. Ребята, всем огромный привет. Видео сегодня будет в группе, ну а также на Ютубе. Там тоже ждут видео новой печки. Отслеживают, смотрят. Вот. Значит, отдельно. Строганного Андрея Николаевича. Андрюха, спасибо тебе за помощь в изготовлении печки. Так, Ипполита Видимова. Походника, таежника, уральца. Ипполит, здорово. Павла Баранова. Семена Сурина. Сеня, привет. Снега у вас там, смотрю, с крайнего видео. Там еще полно у вас. А ничего, весна пришла. Так. Дмитрий Якуша. Походника, туриста. Замечательного человека. Дима, привет. Так. Дмитриевича из Краснодарского края. По-моему, где-то на Азове он там что ли живет. Вот. Копорей. Ребята, всем привет. Сезон начался. Так что смотрел все эти последние крайние видео. Сегодня вот утром. Гельмут выложил. Гельмут Вассвальд выложил интересное видео. 42-й фильм по музею там от друзей. Вот. Классно, блин. Там просто классно. Так. Сергей Рогачев. Серега, здорово, привет. Спасибо тебе за видео, блин. Классное видео. Тоже с началом сезона. Вот. Ну и всех подписчиков, всех, кто смотрит мой канал, кто интересуется вот этой тематикой. Всем огромнейший привет. Вот. И всех с началом сезона. Дачного, туристического, сезона отпусков, охоты, рыбалки. В общем, такие вот дела. Так, привет передал. Так, что у нас с водой? А вода у нас уже дымится. Так, работает отлично. Дай-ка немножко тормозну. Будет закипать. Включу. Заодно и кофе насыплю. Подготовлю. А то одну руку неудобно, а камеру уже не поставишь. Вот так вот она работает. Шустренько, быстренько. А то, что за цинковки, да ерунда это все. Она не ржавеет, ничего. Просто вот сейчас побелеет. Вот видно, да, у нее борта белые стали. Вот. И ничего страшного. Вниз он так, как был светлым, так и останется. Потому что здесь воздух охлаждает. Вот. Значит, еще. Значит, можно пользоваться вот так. Тоже не менее удобно. То есть, площадь горения увеличивается. Вот сбоку покажу. Просто поперек ставите. То есть, по увеличению кпд, я вам показывал, ставится пластинка. Вот. То есть, пламя вообще будет весь котелок обнимать. По сковородке я показал. Даже уберу. Вот. Отлично встает. Вот эта шеечка на котелке. Прямо опорная на стенку. Так вот она вот работает. Вот такая тема. Ребята, всем советую. Делайте такие печки. Конечно, кто не может там покупать. Продают сейчас в основном раскладушки эти. Так-то ничего, машины вроде рабочие. Вот. Ну, блин, это и деньги, и мутатинь. Сделайте лучше сами. Если у кого, конечно, есть возможность. Так, что еще. Так, будут вопросы, конечно, отвечу. В принципе, что... Там в предварительном видео многие ответы есть. Там более полная. Вот. А сегодня просто тест. Как она работает. Как она себя ведет. В работе. Вот. Водичка уже на подходе. Так, давай мы поставим поперек. Все, видео будет продолжение. Естественно. Все, пока-пока. Будет закипать. Ключу и посмотрим время. Ура! Заработало! Так, продолжение. Я тут пока с печкой провозился. С одной. Тут у меня вторая есть. Вода у меня уже тут кипит. Так. Кипит, кипит, кипит. Ой-ой-ой. Так, горяченькая. Вот так вот она работает. Вот. Сейчас попьем кофейку. Так, еще раз всем привет. Огромный. С лесов в ближнем Подмосковье, так скажем. И существует еще вот такая печка. Многие уже про нее забыли. А кто-то уже и не знал, может быть. Вот такая вот. Это МИР-8. Сделано где-то полгода назад. Ой, господи, помилуй. Два года где-то назад. Полгода назад я с ней, это самое, выходил последний раз на тест. Вот. Вот такая тема. Машина вообще супер. Такая настоящая рабочая лошадка. Прошла не один поход, несколько походов. Вот. Похожие схемы есть. Ну, пирамид сделан тоже по золотому сечению. Вот. Прошла. Я ее дособирать не стал просто. Так, значит, тема замков. Кстати, моя оригинальная. Больше я этого не видел. Вот. Так что, саму задумку дарю. Одной рукой неудобно. Вот. Вот. Сейчас снимаем. Так, значит, вот таких две панели у нее собирается просто довольно. Одной рукой неудобно. Значит, собирается просто. Здесь вот вырезы в панелях. Все. Собрали. Где там? Вот. Повернули замочек. Все. И со второй стороны так же. Тема сама вот такая. То есть, собирается вот так. Закладывать так же можно с двух сторон. Печка классная. Вот. Прошла, говорю, она со мной, не знаю, походу в 10. Ведь в последнее время я ее с собой беру. Мне там еще семидесятка. Делал для себя. Ну, так, беру через раз. Вот. Ну, а печка пусть пока погорит. Кстати, печки все разрабатывают. Я и говорю, ребята. Не просто чайку погреть. Хотя направления разные. Там где-нибудь на переходе, там, да, по-скорому. Надо там быстренько все это дело согреть и идти дальше. По погоде, ну, конечно, надо брать газовую горелку. Вот. Если у вас там поход выходного дня, плохая погода, сырые дрова. Вот как сейчас у меня половина сырых дров практически. Вот. Дожди был. Вчера дождь был. Вот. Так, что еще? Значит, по восьмерке есть видео изготовления, по-моему. Несколько обзоров и в лесу, и полный обзор есть у меня и ВКонтакте, в моей группе по печке, и на Ютубе есть. Просто Мир 8 набьете. Вот. Очень хорошая машина. Кстати, по ней интересный казус вышел. Мы ее спроектировали в размерах. Я довел уже ее конструкцию саму, изготовил. А потом только в интернете увидел похожую модель. Вот. Там, ну, есть, да, у одних там, в одной ферме. Ну, вот единственный экземпляр. Вот. Бывает. Так, ну что? Так, сколько у меня там батареечки-то? Дожди. Скушает хорошо камера. Так. Значит, ясненько, да? Поставили, согрели. А, время не засекли. Время не засекли. Пи-пи-пи-пи. Так. Ну, пусть там пять минут я проболтал. Ну, восемь-девять минут это я отходил. Сейчас двадцать минут. Вот. Еще плюс я уходил, вода кипела. Вот. Это не важно на самом деле. Пять или десять минут. Это совершенно... В лесу совершенно не важно. Вот. Все, ставим сейчас водичку сюда. Пьем кофе. Так. Будут вопросы. Отвечу. Ну, тут, по-моему, и так все ясно. Так, 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 так. Все рассказал. Привет и передал. Вот так вот она работает. Печка подарочная. Вот. И будет отправлена в подарок в любой регион, в любую область России. Вот. Отправил бы за рубеж. Ну, это уже тогда с вашим... За ваш счет. Потому что дороговато сейчас почта. Вот. Так. Ну, все, пока. Всего самого доброго. Поздравляю всех вас с весной, с началами сезона еще раз. Всех благ. Выходите почаще в лес. Отдыхайте. Здесь другой мир. Здесь другой мир. А сейчас будет еще лучше. Поднимется трава зелененькая. Солнышко пригреет. Сок сейчас пойдет. Вот. Так что до будущих видео. Всего самого доброго. Пока. Продолжение следует.